Салют! Рад видеть вас на канале Девайс! В этом видео я покажу 7 лучших готовых ПК стоимостью до 200 тысяч рублей. Выясним, какая компания собирает самые крутые компьютеры для игр и не только. Выгодные цены на все рассмотренные варианты ищите по ссылкам в описании. Если видео понравится, пожалуйста, ставьте лайк, делитесь личным мнением в комментариях, обязательно подписывайтесь и включайте уведомления через колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых топов и обзоров. Полетели! Самый доступный игровой компьютер этого топа отнимет не более половины нашего сегодняшнего бюджета. Он собран авторитетной российской компанией iRu. Модель Game 525 предлагает оптимальную конфигурацию по очень привлекательной цене. Начну с главного. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 с объемом памяти 6 ГБ и 192-битной шиной. Геймерский процессор AMD Ryzen 5 3600 с 6 ядрами и 35 МБ внутрикристальной кэш-памяти, которая значительно повышает производительность в популярных играх. Плюс к тому 16 ГБ оператива и 2 накопителя в сумме на 1240 ГБ. Все это подключено к материнской плате на чипсете AMD B450. Мощность блока питания составляет 500 Вт, что отвечает максимальным техническим требованиям такой сборки. Компьютер iRu Game 525 без труда осилит видео в 8К и абсолютно любые современные игры на ультра. В разрешении Full HD частота кадров чаще всего будет трехзначной. Также без особого ущерба для графики разрешение можно повысить до Quad HD. По соотношению цены и качества сложно найти готовые ПК лучше, чем этот iRu. Друзья, напоминаю также про мой телеграм-канал, где вы можете вкратце узнавать содержание всех новых выпусков, публикуемых в YouTube и смотреть другие полезные видео, например, с тестированием популярных видеокарт и процессоров в играх. Ссылка в описании, добавляйтесь, пожалуйста. Следующий комп Lenovo ThinkStation P340 отличается мощным восьмиядерным процессором Intel Core i7, который работает в сочетании с профессиональной видеокарты NVIDIA Quadro P1000 на 4 Гига и быстрой оперативкой, установленной в двухканальном режиме. Геймерская эффективность графики Quadro P1000 находится где-то на уровне GeForce GTX 1050, MX350, Radeon RX Vega 8 плюс-минус. В Full HD на ультра в тяжелых играх FPS колеблется от 20 до 40. Но дело в том, что 47-ваттная карточка NVIDIA P1000 изначально оптимизирована на стабильное выполнение специфических задач, связанных, к примеру, с комплексным 3D-моделированием, монтажом HDR-видео в 4К и тому подобного. То есть Lenovo ThinkStation P340 будет удачным выбором, если у вас на первом месте все-таки работа, а игры на втором плане. Объем системного накопителя равен 256 гигабайтам. Материнка на W480 чипсете. В наличии еще DVD-дисковод, клавиатура и мышь. Как видите, никаких прожорливых комплектующих нет. Поэтому компьютеру Lenovo вполне достаточно скромного БП на 300 Вт. За аналогичную сумму HP предлагает компактный системник Elite Desk 800 G6 с гораздо более производительным 10-ядерным Intel Core i9 и внушительным SSD на 1000 гигабайт. А материнская плата на чипсете Intel Q470 позволяет проапгрейдить оперативную память до 128 гигабайт. Этот компьютер создан для интенсивных рабочих нагрузок. Благодаря многочисленным разъемам и слотам расширения можно долго масштабировать конфигурацию ПК, развивая его функционал в соответствии с вашими потребностями. Однако видеокарта используется среднего класса – 50-ваттная Radeon RX 550X на 4 гига. Она обеспечивает комфортный геймплей только в разрешении Full HD или ниже. Зато RX 550X помогает существенно ускорить работу в творческих программах. Также исключительной особенностью компьютера Elite Desk 800 G6 является фирменная самообучающаяся система безопасности HP, которая распознает даже ранее неизвестный вредоносный софт и защищает критически важные процессы от несанкционированных попыток принудительной остановки. На идентичной платформе собран ПК Dell Optiplex 7080. Все параметры те же самые, что и у предыдущего HP, за исключением видеокарты. Тут установлена 6-гиговая NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. Это просто шикарная бюджетная графика, ее мощности хватит еще как минимум на 2-3 года вперед. Большинство популярных игр запускается в Quad HD, а некоторые даже в 4К с неплохим кинематографичным FPS. К ближайшим конкурентам 1660 Super относятся видеокарты Radeon RX 590 и GeForce GTX 1070. Примечательно, что компьютер Dell Optiplex 7080 с завода поставляется с операционной системой Windows 10 Pro, которая дополнена фирменным оптимизатором ПО. Он при помощи искусственного интеллекта изучает привычки пользователей и специально адаптирует ресурсы компа таким образом, чтобы максимально повысить продуктивность 5 наиболее востребованных программ. По оптимальности сборки ПК Dell мне кажется вторым после геймерского супербюджетника iRus RTX 2060, который был показан в начале видео. Кстати, вот и другая версия той же модели iRu Game 525, но на этот раз с убедительным 700-ваттным блоком питания и актуальной графикой Radeon RX 6700 XT на новой архитектуре RDNA 2. Данная видеокарта отличается 12 ГБ выделенной памяти со 192-битной шиной, а объем внутрикристального Infinity Cache составляет 96 МБ плюс 35 МБ в процессоре Ryzen 5 3600. Больше нигде не найти, это гарантирует совершенно бескомпромиссную производительность в играх, и только в играх, за счет сокращения обращений к внешним буферам памяти, какими бы быстрыми они ни были бы. Видеокарта RX 6700 XT поддерживает целый ряд современных технологий, улучшающих процесс игры, в том числе непрерывную трассировку лучей, динамическое управление шейдингом и разрешением в разных частях кадра и так далее. Опять же повторюсь, что избыточный запас памяти в графике от AMD обеспечивает заметное преимущество в самых тяжелых проектах, где равноценные аналоги от Nvidia упираются в свой лимит 8 ГБ, тогда как игра пытается загрузить видеокарту, к примеру, на 9-10 ГБ. Именно такую 8 ГБ графику Nvidia получил готовый ПК HP Elite Desk 800 G6 в большом корпусе. Чуть ранее показанная версия Elite Desk собрана в компактном корпусе толщиной 10 см, а тут 17 см. В этом компьютере HP за игры отвечает продвинутая видюха среднего класса GeForce RTX 2060 Super, аналог RX 5700 от AMD. Процессор все тот же стандартный Intel Core i9, в выборе камней компании не блещут разнообразием. Объем памяти тоже без изменений, 16 ГБ оперативы и твердотел на 1000. Вообще сначала попался вариант с 32 ГБ ОЗУ, но к сожалению он оказался с интегрированной графикой, без какой-либо дискретки. Так на что способен этот HP в играх? В принципе с ним можно рассчитывать на стабильные 144 кадра в секунду в Full HD во всех современных тайтлах, и даже в Quad HD он уверенно держит FPS в районе 60. Естественно, учитывая максимально децентрализованный графоний с реалистичными эффектами освещения. Любой системник с конфигурацией помощнее уже невозможно будет нагрузить по полной в рамках Full HD разрешения. Ну и наконец топовый вариант рейтинга это Dell Precision T5820. Безупречная машина для реализации ваших самых грандиозных замыслов. Компьютер оснащен невероятным 165-ваттным процессором Core i9 серии X, который разработан для молниеносного выполнения чрезвычайно ресурсоемких задач. Для сравнения обычный Core i9 имеет TDP 65 Вт. На материнке с чипсетом Intel C422 предусмотрено аж 8 слотов под оперативную память, которую можно расширить вплоть до 256 ГБ. Профессиональная видеокарта NVIDIA Quadro P2200 на 5 ГБ хоть и создана прежде всего для творчества и дизайна, однако на досуге она замечательно справляется с играми в Quad HD. По относительной производительности Quadro P2200 превосходит такие потребительские карточки, как GeForce GTX 1650 или Radeon RX 470 и лишь слегка отстает от 7-нанометровой RX 5500 XT. Но несмотря на всю свою мощь, Precision T5820 выделяется минимальным уровнем шума. Системный блок хорошо охлаждается и очень тихо работает, чтобы вы могли спокойно сосредоточиться на текущих проектах. Друзья, спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Напоминаю, что выгодные цены на все показанные компьютеры вы найдете по ссылкам в описании. Канал Девайс готовит для вас еще много интересных выпусков, следите за уведомлениями.